В Прикаме с 1 июля могут возобновить работу летние кафе, детские сады и торговые центры площадью до 800 квадратных метров, но только в том случае, если до этого времени не произойдет резких вспышек заболевания коронавирусом. Это одно из решений последнего заседания Оперштаба. Летники смогут начать работу при расстановке столов на расстоянии от полутора метров, при регулярной дезинфекции поверхностей, но массовые мероприятия проводить там по-прежнему запрещено. Кроме того, работу разрешат общественным организациям и научным институтам, музеям и выставочным залам. Под действие решения подпадают также прочие образовательные услуги, например, кружки, а также молочные кухни и выездная работа службы крови. Если обстановка улучшится, работу смогут возобновить фитнес-клубы и бассейны, а также соцучреждения, которые оказывают услуги населению. Ну и что касается общепита, насколько эти смягчения помогут отрасли, которая одной из первых напрямую столкнулась с коронавирусом. Об этом подробнее с нашим экспертом. На связи со студией, исполняющей обязанности завкафедры маркетинга Пермского классического университета Анна Хацкелевич. Анна, приветствую вас. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Добрый вечер. Вот по вашему опыту, по вашим исследованиям, можно ли как-то какую-то цифру получить? Много ли кафе у нас сегодня в принципе способны вот так вот взять переориентироваться на уличное обслуживание, грубо говоря? Ну я бы сказала, что далеко не все кафе готовы переориентироваться в новые форматы в виде летних веранд, шатров и так далее. На мой взгляд, это порядка 30 процентов. Но цифра, она, ну так скажем, общая, округленная. И летник это сезонный проект для города Перми особенно. И с учетом того, что летний сезон обычно в нашем городе прохладный, то многие кафе не были изначально заинтересованы в данном формате. И поэтому изначально не было запланировано места, не было приобретено дополнительное оборудование. И те заведения, кто изначально ежегодно предлагали летом дополнительные места на свежем воздухе, ну например, стритфуд формата, открытых кафетериев, кафе-террас, проблем не испытают. Но в свою очередь пандемия коронавируса замотивировала собственников кафе начать строительство летних веранд. Но где это возможно? Ну у меня сразу в голове там несколько десятков кофеен, у которых как бы вроде бы и есть некая, так скажем, грубо говоря, придомовая территория, да, где там пару столиков можно выставить. Вот это будет в общем понимании считаться летней террасой и летним кафе? Ну вы имеете в виду пару столиков на открытой местности, без шатров. Ну на мой взгляд, конечно, 2-3 столика на открытом воздухе сильно ситуацию не исправят. Все-таки, еще раз повторюсь, с учетом погодных условий, да, нужно более серьезное оборудование. Но в целом и общем, чтобы поддержать, может быть, имидж, да, компании, это сработает. Но все-таки большой прибыли не принесет. Ну да, в общем-то, сейчас погода, мягко говоря, не шепчет. Но если предположим, что сейчас солнышко выглянуло и про дожди мы забыли. Вообще, на ваш взгляд, после такого, таких месяцев разлуки с общепитом, начнется ли какой-то бум по заказам, по бронированию тех самых столиков на улице? В первые дни открытия, думаю, будет ажиотаж. Так как многие соскучились по кафе, по заведениям. И, ну, я думаю, что и первые две недели, да, если погода, с погодой повезет, то все сложится именно так. Но не стоит и забывать о том, что финансовый удар получили жители нашего города и в целом страны. И здесь не только погодные условия, да, играют роль, а все-таки еще и финансовая составляющая. Вот одним из условий более-менее беспроблемной работы является то, что между столиками должно быть расстояние в полтора метра. Но, опять же, по своему потребительскому опыту, мне кажется, что это и так изначально во всех подобных заведениях было соблюдено. Да, полтора, значит, эта дистанция действительно должна быть соблюдена. Но с учетом того, что многие кафе, они и так не имеют места, да, то есть, как было названо ранее, придомовую территорию, то еще и неиспользование тех же самых полутора метров, да, где можно расположить дополнительный столик, также затруднит ведение бизнеса в летнем кафе. Но мы не можем не следовать правилам, да, и мы должны обязательно это соблюдать. Вот, опять же, речь о расстоянии, о постоянной дезинфекции. Ощущение складывается, что, в принципе, этим общепит и так занимался и до различных коронавирусов и так далее. Но потребуются ли в этом случае какие-то новые силы, новые финансовые вложения на организацию всего этого? Если мы сейчас за скобками оставим покупку новых столиков и так далее? Ну, я думаю, что никаких трудностей нет в том, чтобы приобрести эти средства и использовать их для обработки. И вы правы, что все заведения этим не пренебрегали, да, и обрабатывали свои заведения и без пандемии. Возможно, дополнительные затраты на маски, да, и, может быть, чуть больше дезинфицирующих средств, да, будет приобретено. Но в целом, я думаю, что все заведения, они использовали все-таки средства обработки. Это, Анна, подскажите, пожалуйста, исключение проведения массовых мероприятий, то есть этот запрет продолжается. Ну, здесь, наверное, речь, если говорить о кафе, это различные празднества, свадьбы и так далее. Вот, но, по идее, это ведь не исключает организацию каких-то мероприятий, когда, ну, грубо говоря, просто полная посадка и с людьми общается, ну, некий ведущий. Естественно, заведения могут использовать формат игр, да, то есть предоставлять какие-то дополнительные возможности для общения, приглашать гостей, организовывать всевозможные ивенты, да. То есть можно, например, не работать каждый день, да, а организовывать вот именно тематические вечера, да, какие-то несколько дней, неделю. Но это, опять же, при условии соблюдения вообще всех параметров. Да, конечно, конечно. Вот, ну и, если подвести неким образом уже черту, все обозначенные условия, и то, что мы с вами обсудили, в действительности это станет некой, может быть, действенной, да, возможностью решить ту проблему, в которой оказались все заведения общепита сегодня. Хоть каким-то образом смягчить. Финансовое положение, да? Конечно. Ну, как я уже сказала ранее, да, что для заведений, кто изначально имел возможности организации летних кафе с наличием оборудования и места, то да. Но в сегодняшних условиях, если заведение организует два-три столика на открытом воздухе и все, то не так сильно это исправит ситуацию. Анна, и вот последний вопрос. При условии, если все так сложится, что и бум произойдет, и бронировать столики начнут, есть ли какие-то советы с точки зрения организации процесса, с точки зрения маркетинга? Может, там нужно вводить такой вот тайминг, что за одним столиком не более часа, чтобы вообще все успели? Ну, вы знаете, вопрос с таймингом спорный. Я бы, наверное, не советовала. То есть час и до свидания. Все-таки лучше работать, на мой взгляд, по предварительной броне. То есть сиди сколько хочешь, нежели попросить постояльцев покинуть заведения через час. Понял, спасибо большое. На связи со студией была Анна Хацкелевич, исполняющая обязанности завкафедры маркетинга Пермского классического университета. Субтитры создавал DimaTorzok